Друзья, всем привет! Наконец-то на моем канале полюбившаяся вам рубрика Интервью с переехавшими на ПМЖ на юг На этот раз своей историей переезда поделится женщина, которая переехала вместе со своей семьей из Оренбургской области в город Краснодар Под последним интервью вы были очень активны Вы собрали целых 3000 лайков и написали более чем 1500 комментариев Спасибо вам за вашу активность, поэтому давайте продолжать в том же духе Поэтому выход следующего интервью будет зависеть напрямую от вашей активности Я заметила, что многие из вас забывают ставить лайки, а ведь это очень важно для оценки моей работы, а также для продвижения канала Поэтому прямо сейчас предлагаю вам честную сделку Прямо сейчас поставьте авансом мне лайк под этим видео Посмотрите сюжет и если вам это видео не понравится, то вы уберете свой лайк Все честно Также не забывайте писать комментарии Если вы с чем-то не согласны, пишите ваше мнение Это очень важно Приятного просмотра Добрый день, Татьяна Добрый день В каком городе вы сейчас находитесь? В Краснодаре Хорошо, в Краснодаре. А откуда вы переехали в Краснодар? Оренбургская область, город Бузулук Сколько времени вы уже живете в городе Краснодаре? Приехали мы в 2019 году, 4 мая А с кем вы переехали в Краснодар? Ну, я, муж и вперед трое детей переехали, у меня вообще четверо Старший остался там Ну, вот в этом году, месяца три назад, и он к нам тоже присоединился Приехал к нам, пока живет с нами А почему ваш выбор пал именно на Краснодар? Конечно, я лично хотела ближе к морю Куда-то или к Азовскому, или к Черному было такое желание Потому что у моей старшей дочери есть такое небольшое Не только сыряс у нее Вот, и мы с ней в 12 лет ей когда было Она очень сильно заболела, ни с того, ни с сего Вот покрылась пятнами Она лечилась долго, в больнице лежала И нам врач посоветовал съездить на море Попробуйте как Вдруг поможет, некоторым помогает И действительно, мы вот прям приехали туда И прям вот первые дни, только вот она Первый, второй день У нее вот сразу улучшения пошли Вот, и я поняла, что ей очень полезно это море И, кстати, кроме того, я сама мучилась Своим высоким давлением в Гипстане И там, здесь у меня стали снижаться отеки У меня понизилось давление Я себя просто вот летала, мягко говоря Думаю, в Сочи ездили Потом туда, на следующий год мы опять с ней поехали И так вот каждый год, года 4 мы ездили И мужу предложили, кстати, здесь, в Краснодаре Работу, вот И кроме того, дочь у них заканчивала Вот, 9 класс Ну, у нас вот такой Получилось на один момент Либо куда-то переехать, либо нет Либо ее отправлять И получилось так, что в Краснодар получилась возможность Переехать Дочь как раз пришла вот с колледжа И мы рассматривали варианты Я хотела, конечно, ближе к морю Но потом поняла, что здесь можно устроиться на работу Здесь, то, что у меня еще два школьника, дети И мы ездили учиться Ну, как-то проще вот с работой, с образованием Именно остановиться в Краснодаре Море вроде тоже недалеко Поэтому мы сюда переехали А Крым, например, вы не рассматривали? Потому что тоже есть много прибрежных городов На тот момент, Крым, в 19-м году был еще только Скажем так, ну, я узнавала тоже Смотрела в интернете на стадии Скажем так, ну, роста, что ли С работой, как я слышала, там было сложновато Они местных там тоже принимали Они очень весело, я слышала тоже И читала там отзывы Вот, и хотела мне туда Охота была, конечно, даже больше, чем сюда Потому что там такой климат хороший Ну, и с образованием там тоже Вот, куда она хотела Она мне сейчас учится на физрука На учителя физкультуры В Крыму там сложно Это надо было нам жить там Есть, жить здесь И вот, ну, как-то вот так Мы вроде хотели одной кучкой Потому что местность нам незнакомая Родственников здесь никого нет У знакомых тоже Поэтому нам удобнее было Вот, чтобы как-то вместе жить Вместе учиться И дети у меня, вот, где мы живем В самом центре на 40 лет победы Здесь прямо школа Буквально вот 100 метров Все рядышком, рядышком доступность Все рядом, все Как-то вот мы сняли квартиру Тоже рассматривали, конечно, вариант Купить какое-то жилье вначале Потому что там и продали Но здесь, конечно, цены Ой-ой-ой И пока мы подумали Как говорится Ну, осмотриться вокруг Кто-то как Думаем, вдруг поживем Не понравится Вдруг куда-то дальше поедем Хорошо А какие-то были у вас трудностями Вот, когда вы искали себе Съемную квартиру Как вообще у вас происходил поезд? Вот нам повезло, знаете Мы приехали в никуда Мы приехали сразу Просто я тоже в интернете Посмотрела, что Какой-то хостел Думаю, где-то сразу переночевать А там, говорю Осмотримся Походим, посмотрим И что-нибудь купим Мы никакие вещи с собой не брали Да, на легкие приехали Как говорится, деньги взяли И все Мы приехали, переночевали Я узнала, что есть хостел В самом вокзале В Краснодаре Сразу там сняли Переночевали Утром встали Позавтракали И путь, так сказать Опять же, открыли Авито Вот эти все объявления Через газету, конечно Через риелторов Начали скопить И частников Разные рассматривали Мы даже пока ехали сюда Два дня в поезде Я уже Где вот связь была Пыталась звонить И узнавать, какая цена Что, почем Где находится Ну, где квартиры Такие сдавали Если снимаешь квартиру Нужно обязательно Вот, потому что Обманывают Азорных приезжих Нужно обязательно Чтобы присутствовал Хозяин квартиры Обязательно проверить Его документы Чтобы он пришел Даже если это риелтор Все равно Надо потребовать Чтобы пришел Хозяин Или чтобы этот Агент Показал свои документы Что он там Как доверенность у него Был Первый вариант Вы нашли Она нас повезла Агент Там какую-то квартиру Вызвала хозяина Он начал Вот там туда-сюда Ну, там По дешевке Что-то он там Сдавал ее За 10 тысяч Однокомнатные Ну, давайте Все Мне сейчас на работу Быстро надо До этого ехать Я говорю Нет, подождите Вы хозяин? Да Я говорю А где документы? Ну, вот у меня Паспорт я прописан Я говорю Да мало ли Кто здесь прописан Может у вас Тут 50 человек Я говорю Вы мне покажите Что вы Ой, да сейчас Там начал жене звонить Начал мозги пудрить Да жена Я это Я не могу Я на работе Я не могу Тебе пересылать В общем, мозги пудрили Я вижу Он, ну, просто Человек уже обманывает Крутит Виляет Это Говорит Ну, ладно Давай сейчас Вы мне залог Несите Оставайтесь А потом это Я говорю Нет, господа Так не пойдет Мы же, говорю Так берем чемотой Но уходим Мы быстренько развернулись И ушли Я говорю Я вижу Что это уже Ну, идет обман А как же Это агент Начал А как же мне Вот 2000 То, что я лас Я говорю Извините Должна Потому что Я с вами Пока никакого договора Не подписала Нашли другой адрес Женщина Уже вроде как Хозяйка Тоже пришли Она завела Она в квартиру По объявлению уже Она так нас посмотрела Там Ну, квартирка была Конечно Не очень запущенная Такая Это не работает Это отвалилось У меня Это ассет Ну, вот Ну, вот Муж у вас делает Я говорю Ага, смотрю Ну, там вообще Надо зайти И сделать полностью ремонт Полностью Сантехнику Все Я говорю Вы хозяйка Да Я говорю Ну, покажите Кому мы деньги будем сдавать Ой, не знаю Что-то я прям Я не знаю Я что-то забыла Вот что-то вы мне не нравитесь Я не буду вам сдавать Я говорю Это вы, говорю Мне не нравитесь Я разворачиваюсь И уходим Я вот удивилась Что даже пожилые люди Даже вот они Даже обманывают Ну, как это так Я уж не знаю Может быть Хозяйка она была Или нет Или тоже Подставной человек Тоже может Подставляет Например Скажет Идите Ты бабулька Тебе поверишь Ты хозяйка Вот И потом В результате Я позвонила Какое-то агентство Рядом с соседним домом Оказывается Находилась Вот в этом же доме Где как раз Настояльно После него У меня есть двушка Двухомнатная квартира Тринадцать тысяч всего Ну Оплата Четвертый этаж Хозяйка Говорит Бабушка Адуванчик И у нее Она сейчас пустая Говорю А документы Да Говорит Она хозяйка Она вот через дом Здесь живет И артука Мне давайте Говорит Знаете Уже два раза Говорит Я маленько Тут обжигалась Говорит Чтобы конкретно Чтобы она пришла Принесла документы Все И все как положено Документы положили В квартире мы посмотрели Нам все понравилось Чистенькая Хорошая квартира Все работает Двухкомнатная Балкон есть Тринадцать тысяч Так и договорились В месяц До сих пор плотцем Коммуналка у нас Зимой выходит Правда Ну Где-то около пяти Потому что народу Много все-таки Моемся Стираемся Ну вот летом Где-то От полторы До Трех Вот так вот Вот закрытый двор Охранимая территория Здесь и у нас И охранник И все Цивильненько все Как говорится Как положено Хорошо Вот смотрите Я когда приехала В Краснодар Я приехала на учебу Поэтому мне Не пришлось Сталкиваться с работой Потому что студентка Но как я понимаю Вы сразу же Нашли работу Работа Которую предложили Там оказалось Обманули Мягко говоря Работа есть Да Но зарплата От 15 до 25 тысяч А здесь надо Все покупать Крутить за квартиру И такая Мизерная зарплата И тем более Здесь все-таки Дороже Жизнь Чем там У нас конечно Это маленько Шокировало И он начал Искать другую работу Конечно И он Куда пошел Куда На дорогу пошел Вот делают Дороги Вот это Плитку татуарную Ложат Вот это все И я устроилась Тоже работаю Тоже первое время То туда То сюда Пыталась По разным местам Но сейчас работаю Кондуктором Троллейбус Если не секрет Сколько вообще платят Я работаю Только в одну смену И у меня где-то Ну максимально Месяц Выходило где-то 25 Вы приехали С детьми И конечно же Тоже предстояло Их обустроить Там садики В школы А в Краснодаре Как вы знаете С этим проблема Несмотря на то Что город миллионник Но Краснодар Это большая деревня Переполненные школы Садики В больницы Тяжело попасть Медицина Конечно Здесь хромает По сравнению Где вот мы жили В Оренбургской области Там лучше Там придешь Например На больничный Там заболел Тебя сразу Отправляют И так идут Там делаются Анализы мочи Крови Там Флорография Все такое Там Вот я пришла К врачу Жалобы Я вот так Вот так Каждый У меня Горохронический бронхит Я это знаю Так написал Там сиропчик Пейте Там таблеточки Если поднимется температура Ну а где жарковато У нас там тоже жарко Здесь хотя бы влажность Здесь хоть жара Но влажность Маленько смягчает А там жара И сухой Там все вот выжжено Как будто в пустыне Вроде Оренбургская область Ну такая жара Там Казахстан рядом Еще наверное Не знаю Ну вот вы хотели Переехать поближе к морю Как часто Вот сейчас Вы бываете на море Ой В этом году В плане то Что все таки Все это море Это тоже финансы Ну раз Пять-шесть мы наверное были Вот начиная с мая По сентябрь Конечно хотелось бы чаще Если бы жили возле моря Я бы там бы каждый день Даже просто прогуливалась По бережку Но пока вот детки растут Все таки им надо учиться Что вам вообще еще понравилось В Краснодаре? Есть за что вообще Любить этот город? Ну парки например Да парки Красота Здесь красиво Здесь зелено Здесь цветы Чуть-чуть Круглый год некоторые цветут Смотришь Осень уже холодно Они раз эти выкапывают Клумбы другие какие-то Маленькие сажают И удивляешься Где мы там вот жили Там летом маленько По цветут цветы там Ну там май, июнь Ну может быть июль И все Чисто здесь Здесь убирают Здесь постоянно ездят машины Вот эти уборочные Здесь постоянно вот эти работники В оральевых костюмах Да, ходят там С мешками подбирают Подметают Листья убирают Я мамке тоже звоню Рассказываю Говорю Мам здесь даже Тротуары Говорю Иногда ездит Такая маленькая машинка Говорю Она их подметает И пылесосит И моет Говорит А на что такое бывает Вот что я вижу То мне нравится Конечно парки Парк Голицкого Это вообще что-то Это вот даже фотографии Там какие-то подружкам показывают Они удивляются Неужели Говорят Это Краснодар Это что это Я говорю Вот это вот Такой вот парк А какие минусы Вот для вас есть В Краснодаре? Минусы Минусы Низкая зарплата А с пробками Вот с пробками Да Это конечно Ну то что Наверное народу много Вот Или вот как-то Транспортное Вот это все Пока еще не сделано Толком Ну я думаю Да Что узкие дороги Людей очень много Потому что Миллионник И каждый день Город стоит в пробках 9-10 баллов Это просто стандартно Я утром Еду на вахтовом автобусе Ну ночью еду Да Мы добираемся До работы За 10 минут 10 минут А вечером Я с работы Вот вчера В пятницу ехала Полтора часа Ну вот вы сказали Что хотите Все-таки Поближе к морю Перебраться Вообще Есть у вас Планы На ближайшее будущее Куда-то Переехать Ждем Когда дочь Закончит Хотя бы Вот этот колледж Она сейчас На третьем курсе Вот А там уже Будем плясать Либо она дальше Будет учиться Либо она Дальше Заочно Будет учиться Куда-то Может быть Действительно Поедем Вот тогда Уже Подумаем Но В ближайшие Наверное полтора года Еще здесь будем Это точно Вы никогда не хотели Переехать Например В станицу Чтобы в своем доме Жить Вот так вот Хозяйство Муж У вас обстоят Муж Вот это Вот это Вот это Еще один раз Мужчин Тоже мне Распознал Мой акцент Но это было Наверное Первый год Когда я работала Сейчас уже не говорят А какой совет По специальности Какое-то Моих других зрителей Увидимся в следующих видео Всем спасибо Пока Пока